здравствуйте меня зовут светлана и сегодня сделаем отступление от наших курочек поговорим о такой заразе как медведка которая у нас распространилась по всем огородам я когда еще даже мы не покупали этот дом где-то давно-давно можно там еще как говорится пролистывала и прочитывала много разных способов от ухода от медведки и как-то мне попалось что кроличий навоз избавляет огород от медведки но тогда огорода не было как говорится не надо было об этом задумываться но вы знаете это правда мы когда купили огород у нас была медведка еще два-три года назад когда перекапывали ее можно было увидеть соседи до сих пор ее как это травят она вылазивает мертвая она делает вред конечно она откладывает очень много яиц это хищник как говорится который косит все если она проходит под землей вы сами знаете она убирает все корневища на своем пути откладывает очень много яиц очень плодовитая мало того что она ходит под землей она еще и летает вот углубляться не буду в медведки все прекрасно знают что это хищник завозили раньше у нас не было в нашем районе вообще даже в других районах в городе а потом начали завозить видимо она с кем-то приехала с навозом все таки она больше всего распространяется с навозом и потом ее изъять конечно очень тяжело из земли она хорошо зимует не боится ни морозов потому что она уходит глубоко в почву так что хочу сказать ну вот соседи у меня до сих пор мучаются они особо не уделяют внимание перегною не приводят а так как у меня птичий и кроличий навоз туда это работает как я уже хочу сказать это на личном опыте почему она боится я пробовала найти в интернете почему медведка боится кроличьего навоза но конкретной информации не нашла я говорю я давно читала об этом еще когда не было у меня земли вот и вот особенно вот здесь мы даже у меня нету таких проблем с ней ну раз крот бывает но крот бывает у нас где-то междурядье но бывает когда-то залезет на грядку вот но крот ловит медведку не забывайте тоже об этом потому что это тоже хищник он питается всякими личинками и и личинками которые находятся земле вот соседи у нас просто ее травят закладывают гранулы землю она съедая гранулы приманки выползает на землю и умирает но о том что я хочу сказать вот мы применяем именно у нас везде навоз именно у меня куриный гусиный индюшины и кроличий кроличьего конечно получается больше всего так как у меня кролики они всю зиму индюки то уходят от гуси и то ли она боится какой-то запах то ли более навоз агрессивный но в курином навозе вообще никогда если полностью или чисто куриный навоз пока он не перегнидет в нем вообще ничего не заводится он очень агрессивный и в этом году я еще как говорится уяснила что еще более агрессивный куриным а это гусиный мы собирали из парника кучу у меня гуси были в парнике как вы видите там все показано и мы ее складывали вот и весной куча полностью перегнила представляете как будто она у меня уже два года лежала туда складывался гусиный вот чуть-чуть кроличьего все перегнило все нас полностью получился чистый перегной сейчас вот у меня сидят там кабачки я посадила вот так что вот я не знаю может кому-то это пригодится может нет но мы стали встречаться совсем редко вот в этом году мы перепахивали там внизу мы ее не видели и вот у меня и капуста сидит и помидоры сидят у меня в парнике и там в парнике сидят помидоры и никакого ущерба пока мы не видим от этой заразы а вот у соседей хотя все рядом всю земля почему и тут не нравится я не знаю крот конечно бывает потому что земля здесь плодовитая червяков здесь у нас очень много но она обычно нас или междуряди как я сказала мы навоз постоянно 8 вот и сейчас у меня видите все засыпано навозом у меня нет таких чистых грядочек чтобы прямо было чисто-чисто у меня все перегной и все в навозе все в соломе вот ну вот так как то так вот мои гусятки видите уже складочки у них какие да 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 сами мы выводили сами мы что сами мы с ними ухаживали они у меня уже на улице ночуют маленьком отделении тихо 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 опа опа куда я никуда не иду что такое что соскучились некогда огород вот видите малышня было больше конечно мы продали потому что мне столько не надо мясо мы столько его просто не поглощаем ну пойдемте посмотрим перегнившие наши кучи и вот видите кучу у нас перегнивает кучи почти что за зиму и вот когда мы начинаем например осенью разбивать или сейчас где-то я буду доносить ее на грядке между картошкой вот единственное что можем найти здесь майских личинки жуков все потому что я говорю здесь очень агрессивный навоз птичий кроличий и вот почему-то я говорю с медведкой мы стали очень редко встречаться может именно от кроличьего навоза может именно от куриного но все вместе в сочетании привело к такому результату потому что я говорю не знаю у нас нет ни поросят мы не держим мы держим только птицу как я уже говорила и кроликов и вот может кому-то такой способ пригодится кто-то возьмет на вооружение и поделитесь своими способами как вы избавляетесь от медведки но мы вот пришли просто к этому выводу где-то давно и читала не знаю правда это или нет или совпадение но рядом огород есть а у нас нету как говорится просто за рабицей все рядом вот маленькое отступление вот я вот с луком воюю воюю из семян один год был вообще шикарный exhibition был вот поза том году в том году меньше вот видите у меня вот эти два рядочка это вот лук из семян вообще это считает я считаю это самое только что повозиться приходит это самый чистый материал он ничем не болеет он хранится лучше всех вот и надо сажать тут в конце марта сажать высаживать обязательно накрывать укрымным я где-то показывал в том году я сделала ошибку высадила и не накрыла а так как он еще совсем был прямо там малюсенький вот такой вот смотрите ничего особенного мы не делаем высадили вот вчера я чуть-чуть подрыхлила потому что трава уже начала мелкая лезть и вот будем за ним наблюдать вот у меня два рядочка именно вот эти крайние здесь и красный здесь exhibition здесь и другие сорта я их высаживала рассадой дома а потом просто рассаду вот это вот да придется приходится повозиться но я говорю результат этот лучше чем даже и ну раз из севка во-первых он чище хранится хорошо головки получаются он хорошо высушивается вот так что вот будут вопросы тоже задавайте воюем мы с этим луком никак не могу когда высаживать высаживать рассаду обязательно в том году было упущение это не накрыло укрымным и он подмерз потому что и в этом году очень были возвратные заморозки а так как он еще не укоренился он конечно еще подвержен заморозкам и он у меня просто чуть-чуть подмерз так что будут вопросы задавайтесь с удовольствием вам отвечу